Чтобы огонь не стал врагом. В эти трагические для Ямала дни сотрудники органов Государственного пожарного надзора отмечают профессиональный праздник. Их задача предупредить об опасности и по возможности уберечь от нее. К сожалению, это не всегда удается. С начала года в Новом Уренгое произошло 64 пожара, 3 человека погибли, 18 пострадали. И сегодня у инспектора в буквальном смысле жаркая пора. За рабочими буднями тех, кто помогает избежать встречи с огнем, наблюдала Ольга Полякова. Пожароопасный период. Берегите лес от пожара. У нас актуально сейчас проводится. Входим, вручаем памятки. Дальше есть памятки для квартиросъемщиков. Он не выносит людей из горящего дома и не заливает пламя из пожарного рукава. У Ильи Ершова совсем другая задача. Чтобы огонь не стал врагом, он несет информацию в массы. Нет в городе ни одного государственного учреждения, куда не ступала его нога. Его главное оружие – слово. Для закрепления эффекта – памятка в руки. Профилактикой, пропагандой пожарной безопасности Илья занимается седьмой год. Работы очень много. Поздно возвращаюсь домой. Хорошо, что жену с ребенком направил к бабушку на отдых. Но приходится работать допоздна и выполнять свою государственную функцию в полном объеме. Праздничная дата в календаре – не повод расслабляться. В отделе дознания инспекторы опрашивают очевидцев. Детство знал, что свяжет свою профессию с пожарной деятельностью. Пошел по стопам деда и отца. Выезжает на сгоревшие объекты, выясняет обстоятельства и устанавливает причины возгорания. За десять лет Владимир повидал немало. От чуть тронутых огнем зданий до страшных пепелищ. Самый яркий случай – это пожар в общежитии, где погибло шесть иностранцев. Там был очень большой объем работы. На два дня мы просто с утра до вечера людей опрашивали и допрашивали. Также в Новом Уренгое за десять лет и горела полиция, и следственный комитет, и школы, и детские сады, и больницы. То есть от пожара никто не застрахован, везде каждый случай пожар уникален. Сотрудников пожарного надзора можно посчитать по пальцам. Часть из них сократили, часть в заслуженном отпуске. Те, кто остался, работают за троих, жертвуя временем, которое могли проводить семьей. И праздник совсем не праздник. Такая у них работа. Ольга Полякова, Николай Александров, служба новостей «Импульс».